Борцы с огнем отмечают профессиональный праздник. 364 года со дня основания пожарной охраны. Личный состав этой службы в Тверской области порядка трех тысяч человек. Даже в праздничный день сотрудники МЧС продолжают выполнять свой долг, борясь не только с огнем, а со всеми стихиями. У нас сейчас функция не только пожарная, но и еще проведение аварийно-спасательных работ. Поэтому наши пожарные не только тушат пожары, но и участвуют в ликвидации дорожно-транспортных происшествий и других различных чересчайных ситуаций. Сейчас у нас пик весеннего половодия. Также у нас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий борьбы с паводком. Тушение лесных пожаров, огромной площади, взрывоопасных помещений, домов и квартир. Каждый из тех, кто рискуя собой, выходит на борьбу с огнем, уже герой. Тот, кто спас самая ценная жизнь человека, достоин этого звания вдвойне. Только за 2012 год в России 88 тысяч человек благодарили пожарных за спасение. 12 человек мы вывели из квартиры. На девятом этаже был пожар. Там девчонки, как в общежитии, была угроза, хотели уже некоторые даже прыгать. За 27 лет, ну не знаю, сотня-то набралась, наверное. В своих пожеланиях огнеборцы скромны. Личное счастье для них стоит на втором плане. Прежде всего долг. Подготовить смену себе достойную, чтобы не было стыдно потом, чтобы всегда говорили, что пожарная охрана на высоте. Чтобы поменьше было тревожных выездов, дежурство было спокойным и сухих рукавов. Настоящие мужчины и профессионалы о своих трудовых подвигах рассказывают неохотно. Для них это обычные трудовые будни. Поэтому лучше всего за них говорят эти кадры. Секунда дорога, смелее на врагах, чтобы он не сомневался в нашей силе. Пройдем огонь и дым, и снова победим отважные пожарные России. Пройдем огонь и дым, и снова победим отважные пожарные России. Марина Истрятия, Виталий Осипов, РЕН-ТВ-Пилот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова